здравствуйте с вами на связи романов сергей и сегодня мне хотелось бы бегло пройтись по интерфейсу по гамме 3ds max в данном случае это версия 2009 на мой взгляд это довольно таки стабильная версия работая в ней уже не один год мне есть ряд преимуществ одно из них это малое потребление ресурсов компьютера она с успехом может работать как на средних так и на маломощных компьютерах в начале хотелось бы определиться самим понятием интерфейса интерфейса бывает разные но нас интересует конкретно графический интерфейс это взаимодействие пользователя в данном случае с программой каждая программа имеет свои элементы управления элементы визуального восприятия и вот конкретно что вы в данном случае видите у себя на экране это и является интерфейсом программы графическим интерфейсом это все команды все эти инструменты все видовые окна по умолчанию интерфейс 3ds max принято делить на пять основных частей это главное меню которое существует практически в любой программе и состоит из свитков которых сгруппированы как раз все эти элементы управления программой вторая часть это панель инструментов где по умолчанию собраны наиболее часто используемые инструменты а сразу говорю что это не единственная панель существует еще несколько панелей в 3d максим к третьей части можно отнести командную панель который называется по праву командный в ней происходит все не все но в основном все команды по созданию редактированию анимированию в данном случае проекта объектов четвертое это нижняя панель ее еще называют панелью вернее строкой состояния но кроме этого в ней существует еще две панельки инструментов это управление и создание анимации и маленькая в углу панелька это инструменты управления в окнах проекции и последнее пятое то что занимает больше всего места на мониторе это окна проекции в которых визуально происходит контроль над всеми действиями производящимися в программе но это вот беглый такой осмотр интерфейса программа 3ds max ну на этом решите закончить до встречи